Итак, я продолжаю интервью со своим коллегой Виталием Леоновым на тему работы на круизных лайнерах. Предыдущее видео можете посмотреть у меня на канале. То, что я считал в интернете, то есть там накладных расходов получится ну не меньше, чем 1000 долларов. Там паспорт маленького, перелет, то, сё другое. Нет, перелет, за перелет ты не платишь. А, еще комиссия, это магия. Короче, если вы лививая скотина, есть агентства в Украине, которые занимаются крюингом, которые, в принципе, берут деньги за каждый чих, которые вы делаете на пути к тому, чтобы стать моряком, пойти работать на круизные корабли. На самом деле, из всех затрат, которые вы можете понести, есть небольшой перечень обязательных. Это паспорт моряка и сертификаты. Сертификаты, без которых ни на один корабль вы не сможете устроиться. Как получить? Есть определенные официальные структуры в Украине, которые занимаются выдачей сертификатов. В принципе, компании, которые устраивают вас на работу, они дают список этих организаций. Это не дорого? Это дорого, но это не тысячами долларов. Какие цифры? Я не помню. Паспорт, по-моему, около 100 стоит. Паспорт, зависит, опять-таки, от сроков. Если ты хочешь срочно, это одна цена. Если это стандартные сроки, это другая. Это абсолютно не космические деньги получения паспорта. Это что-то в районе 100-200 долларов максимум. Вторая статья расходов, самая большая, это сертификаты и медицинские сертификаты. Это медкомиссия, которая обязательным требованием является по стандартам либо Панамы, либо Норведи. Есть два вида в Украине. Норвежская и Панамская медкомиссия. И они проходят, ты можешь пройти их в Киеве, в Одессе, даже в Харькове, по-моему. Но сколько она строгая, если формальная? Она больше формальная. То есть там просто обследуют на предмет отсутствия каких-то тяжелых хронических заболеваний. СПИД, гепатит, куберкулез, рост печени, давление. То есть, в принципе, у человека со средним здоровьем абсолютно... То есть, давление у меня, например, повышенное давление, то есть мне уже нельзя? Ну, есть, допустим, понятие гипертензии, а есть гипертония первой степени, допустим, да. То есть, это разные вещи. У меня тоже повышенное давление. У меня там 140, 150 на 90, 150 на 100. И это им подходит? Это уже гипертония, по-моему, второй ступени. Нет, нет, это... Ну, это какое-то... Это пограничное состояние, неважно. Есть... На самом деле, врачи закрывают на это глаза, если видят, что в целом человек... Адекватное здоровье. Адекватное здоровье, да. Можно там есть свои приемы, как немножко понизить давление перед заберем. То есть, это все решаемо. Вопрос в другом. Вопрос в соответствии человека профессиональным, тем требованиям, которые предъявляет компания. То есть, в принципе, очень часто человек проходит все, получает документы, а потом по факту оказывается, что он либо по психологическим причинам, либо в силу отсутствия вообще профессиональных навыков каких-то, просто не может работать в этой компании. А, например, как? Ну, допустим, человек очень хочет работать фотографом, но он там два раза в жизни фотографировал на мыльницу, для друзей снимал кошечек собачек, и он считает, что он суперпрофессионал, который... У меня там профессиональные навыки, каким образом? Да, во-первых, нужно иметь портфолио, нужно грамотно его уметь составить, на самом деле. Это просто выслать фотки или это сайт нужен? Это и ссылка на сайт, либо на соцсети, где есть фотографии в общем доступе, и выслать приотначенные файлы тоже. То есть, в принципе, опять-таки, есть моменты, как это можно обойти, как бы это технически, да. Но работать все равно придется реально. То есть, если можно обмануть, допустим, компанию с портфолио, я честно признаю, допустим, когда я шел на Принцесс, на первую компанию, у меня портфолио было наполовину из интернета. Ну, наполовину. То есть, у меня были там какие-то свои вещи, но приукрасил я немножечко, как бы, и скачал. Окей, если на месте, то очень хреново снимаешь, то тебя снимут с рейса, или как это будет? Тебя будут пытаться до последнего тянуть за уши, но если видят, что ты, как бы, не поддаешься коррекции, то компания с тобой распрощается. И удержит это 20%? Удержит 20%, да. То есть, если по твоей вине с тобой заканчивается контракт раньше времени, то 20% удержится. А еще, вот такой вариант, если ты прерываешь контракт, уезжаешь вот по своей вине, то повторно тебе уже туда путь будет закрыт, или как? Дело в том, что, если ты показал себе, что ты профессионально им подходишь, что ты можешь работать. Но ты устал, и... Но ты устал, или у тебя случилось что-то в семье, или там, не знаю, ты там... Смотря на какую причину. Начали рваться отношения с женой, и ты решил вот просто уйти, потому что вот тебе надо, то ты можешь восстановиться, в принципе. Вот в этой компании, в MSC, ты можешь восстановиться. На Princess более жестко. Например... У американцев. У американцев, да. То есть, я работал... Princess Cruises, это американская компания, и MSC, это итальянская компания. У итальянцев очень часто даже люди, которые говорят, что все, я закончил, они все равно бывают перезванивают, шлют контракты, что типа вот нам, ну, срочно нужен человек, давайте закроем дырку. Ты говоришь, ну, я не пойду на 7 месяцев. Кстати, еще разница... Кстати, минимум сколько? Минимум для MSC 7 месяцев. А для Princess 6 месяцев. А есть какие-то преимущества, если ты берешь не 7 месяцев, а дольше, а тебе какая-то большая комиссия, если ты берешь водку, неважно. Нет, ты просто... Просто в общем-то целом доработаешь чуть больше денег, но больше устанешь. Вот единственное, как бы, плюс и минус этого. Но ты последний раз сколько был по времени? 11. 11 месяцев. Последний контракт 11 месяцев. Как происходило корабление? Помесячное? Дело в том, что у меня было два перевода между кораблями, транспорт так называемый. Когда ты с одного корабля тебя перебрасывают на другой, то ты на новом корабле подписываешь новый контракт. Это где не оговорено, что у тебя должно быть. 7 месяцев? Ну, каждый раз, да, ты подписываешь стандартный контракт. И у меня получилось... Обычно тебе на это говорят, ты задаешь в офисе вопрос, а как? А они тебе говорят, ну вот, когда будет подходить срок, там, 7 месяцев, ты тогда звонишь нам, там есть определенный человек, который HR-директор, который отвечает вот за ротацию персонала, да, и вот мы там все порешали. На самом деле, ты звонишь, и они решат. То есть ты говоришь, что я устал, извините, 7 месяцев прошло, жопа у меня, зубы, волосы сыпятся, и шерсть клочьями вылазит, все, хочу домой. Они говорят, ну все, молодец. 7 месяцев у тебя прошло, как бы, в принципе, ты свое отпахал, ладно, там, через 2 недели мы сделаем тебе сайнов, то есть поедешь домой. Ты имеешь в виду, вот при пересадке на корабль ты можешь так договориться? Да, при пересадке, либо когда уже тебе подходит срок. Но ты этого не хотел, поэтому ты... Я этого не хотел, мне нужно было заработать денег, поэтому я на автомате, потом был супервайзер на корабле, который спросил, как долго я уже из Южной Африки. То есть супервайзер, это человек из офиса, который с оглядатой, надсмотрщик, надзиратель, даже над менеджерами на корабле. Он просто приезжает посмотреть, как вообще идут департаменты. То есть они не все время, а там наклонять? Да, он на ригельку приезжает, пощелкать лицом там, понагибать, да, понаклонять. Он спросил, ну чувак, слышишь, а вообще, это что, у тебя уже третий корабль? Ну да. А когда ты начал? Он говорит, ну вот, в ноябре, так он, как бы, говорит, так, домой хочется, ну как бы да, так, что ты молчишь? Вот у нас сейчас будет кроссинг, в Южную Африку мы идем, да, и в принципе, до кроссинга это будешь, и чо, Белла. Подожди, а вот ты когда заканчиваешь все это дело, то билет сам себе покупаешь или тебя плачут? Все компания покупает, меня туда вообще не касается. Откуда бы ни было? Откуда бы ни было. Туда ты летишь, у тебя готовы билеты, ты приезжаешь в аэропорт, указываешь мультипаспорт, и у тебя уже забронировано место, там, и так далее. Даже иногда бизнес-класс, кстати. А, скажи, откуда именно ты начал, на МСС я начал на Кубе. А, подожди, на Кубе? Подожди, на МСС я начал, где был первый порт, по-моему, Барселона. Нет, нет, подожди. А, все, вспомнил. Просто столько уже портов и аэропортов, я уже начал путаться. МСС я начал в Венеции. Я начал в Венеции. Подожди, Венецию за свой счет? Нет, за счет компании. То есть, ты когда подписываешь в Украине контракт, тебе присылают flight details, то есть, на электронную почту приходит просто распечатка от твоего рейса. Куда ты летишь? Куда ты летишь? Да. С этой распечаткой, ты едешь в аэропорт, кладешь паспорт на стойку регистрации и красивые девочки, все, десы красавицы, выписывают, дают тебе билет уже с места, со всеми делом. Ты можешь при этом полететь куда угодно, да? Ты даже не знаешь. Нет, у тебя прописано, у тебя, тебе же вышло flight details. я понимаю, но когда ты получаешь flight details, то там точка назначения любая. Почему любая? Ну, та, которая описана у тебя в контракте, в контракте у тебя прописано название корабля и дата, где ты садишься на этот корабль. Но не прописано место посадки. Почему? Прописано. Прописано в flight details. То есть, я flight details, вместе с контрактом приходят flight details. То есть, во flight details у тебя написано, что посадка, не знаю, у меня не написано посадка, допустим, в контракте у тебя написано MSI Harmonia, название корабля, там, не знаю, 14 ноября, на фигуре, да? То есть, ты смотришь, есть расписание движения кораблей, вот, по всему миру, да, и этой компании конкретно. Ты можешь залезть в интернет, посмотреть, 14 ноября, где будет эта армония. Она будет, допустим, стоять в Венеции, загружать посажей, да? Одновременно тебе сбрасывают flight details, где написано, у тебя рейс Киев-Стамбул, Стамбул-Венеция. А в самом Стамбуле до корабля ты тоже трансфера организовываешь? Как ты добираешься от аэропорта? Да, все организовано. То есть, тебя в аэропорту прибытие встречают с табличкой, с твоим имидем, фамилия. Стоит чувак, у него бус, он загружает твои шмотки в этот бус. Если до корабля... Прямо как в отеле в Торце. Ну, да. Если до корабля остается еще какое-то время, то есть, ты прилетел за сутки до того, как корабль, там, пришел в порт, и стал, в док, и стал загружать пассажиров, тебе еще и отель. То есть, тебя везут в отель. А утром из отеля, например, в 7 часов или 8 утра следующего дня, в тот день, когда ты должен сесть на борт корабля, за тобой приезжает опять парси, либо сопровождающий человек, который знает, куда тебя везти, опять кладет твои манавки в багажник, и везет тебя конкретно на корабль. Все с комфортом, ну да, по большому счету. Тут никаких вообще моментов. И назад так же. И назад так же, да. То есть, всех, кто называется диземборкейшн, когда ты подписал сайнов, контракт у тебя закончился, в офисе ты можешь получить какую-то наличку на руку, если тебе надо. Обычно зарплата скидывается на карточку. У тебя есть там виза или мастеркард, в зависимости от типа контракта, корабля и департамента. Их карта, не наша? Американского банка. Есть карманы американский банк, на которые компания бросает деньги. Это банк, который специально выращен для того, чтобы ослуживать эту компанию. это не там, я не знаю, не крупный банк. Да, не банк Ротшильдов и так далее. Это какая-то финансовая организация, которая не Ситибанк в Нью-Йорк. Понятно. Это маленький банк, который обслуживает. Но у нас эту карту принимают. Да, это стандартная виза, она даже без комиссий ты можешь ей расплачиваться по всему миру, где ходят твердые валюты. Комиссия за перевод долларов. Только комиссия, если ты делаешь перевод на валютную карту, открытую в Украине, тогда есть какая-то комиссия. Но чтобы обналичить у нас какая-то комиссия была? Это зависит от банка. По-моему, только приват сейчас делает свифт переводы, принимает свифт переводы. Зачисление на карту привата полпроцента. Отправка денег с зарплатной карты на приват зависит от того, в какой валюте ты бросаешь. Если ты в долларах, там, по-моему, есть фи, ты платишь 15 евро за перевод вне зависимости от суммы. То есть, грубо говоря, ты можешь отправить 1000 долларов, а можешь отправить 5000 долларов и заплатишь 15 долларов. Если ты бросаешь на карту в другой валюте, не в долларах, то ты фи не платишь, потому что у тебя идет конвертация. То есть, ты теряешь на конвертации. На конвертации, я знаю, какие потери. Поэтому ты не платишь фи. Поэтому проще сделать. Это уже отдельный разговор, как лучше сделать. Вот у меня такой вопрос. Скажи, какой список требований для человека, который хочет попасть на карты? Возраст, образование, что? Какие претерги? Первое. Базовый английский. Это вообще первое первое? Это первое первое. Из этого даже не о чем говорить. Потому что, как минимум, тебе нужно понимать, о чем обусмотрены на корабле. То есть, могут быть связаны с безопасностью. Систанциях наверх, эвакуация с корабля. Нужно понимать, о чем идет объявление по конвертации на карту. Если ты не понимаешь объявление по безопасности, то ты просто не дадут быть на корабле, потому что ты можешь побежать не туда и прыгнуть не с той стороны корабля во время памяти. Поэтому это требование на нас. Плюс, тебе нужно продавать. Как это проверять? Собеседовать. А, Собеседовать. То есть, в процессе трудоустройства первое, что происходит, это если ты подал анкету, как со мной подразумеваешься. На американском корабле я устраивал сначала из-за детства. Я платил индиюн на трудоустрой. Гарантии ни при чем не давали никакие. То есть, они не могут дать гарантии, потому что финальное слово после того, как ты сдашь тесты, то есть, тебе на счет 20-й какая-то информация, ты проходишь тесты, плюс ты собеседоваешься с представительными компаниями. То есть, агентство берет деньги за это, но финальный результат зависит только от того. То есть, агентство берет за организацию и за какую-то подготовку. во втором компании, как я уже плавал, знаю, я уже примерно понимал, что от меня хотят, у меня был опыт в компании. А для них и грамот от того, что ты уже был на дуну. Конечно, от того, что это очень важно. Потому что, во-первых, я уже знаком вообще с жизнью на корабле, с системой безопасности, с москинной правой. У меня есть паспорт моряка, у меня есть идентификация. Я занимался примерно той же самой работой. Я работал в фотошопе, я продавал, я снимал фото. Извини, а вот после твоего поездки у тебя какая-то бумажка осталась с подтверждением, кому что-то ты зацениваешь? Да, да. Есть все рода характеристика, которую тебе дают менеджеры, компания после каждого. А, и ты следующим показал, или с тобой? Нет, даже не спрашивали, по-моему, но у меня было. Ну, я думаю, что они поняли по-разному. Они поняли по диалогу, по терминам, по процессе общения. что у меня такие есть уходы. Ну, а на чем основе? Значит, требования, да, то есть английские, наличие сертификатов обязательно, но это уже получается в процессе, если они понимают, что ты им походишь, только тогда ты делаешь сертификат. То есть пока на начальном этапе, если человек просто решил с нуля, по идее, фотографом, или видеооператором, на корабль, и уходи, то есть для того, чтобы начать разговор с кем бы то ни было, либо с представителем компании, либо с посредниками, либо с любыми людьми, которые являются посредниками между Украиной, грубо говоря, и работодателем, и тем временем, когда окажется на корабле, первое, что нужно понимать, для всех, кто с тобой будет работать, это говорить, что ты упоминешь. Если ты не говоришь, то больше не будет разговор. Все. Конечно, дальше. Дальше. Фотоопыт. Здесь хотя бы можно понимать, что ты держал руках камеры, вообще понимаешь, о чем. А сейчас, когда ты смотришь на острове, я тоже не могла понять, как это. С правильной стороны. С правильной стороны. И как берешь, что ты умирал. Ну, то есть требования небольшие по фотоопуту. Лучшие. И ни для кого у них нет проблем, ни для кого нет проблем, ни для кого нет проблем, если человек реальный. Ну, если человек, скажем так, не глупый, с амбициями, не может этому отливать, то его можно не очень. Это то, чем, в принципе, я занимаюсь на самом деле. Уже в индивидуальном порядке я отправлял уже ни одного человека на камнило. Из-за этого комиссии? Ну, нет. Я в этом делал как частный преподаватель. То есть я отправил девочку на камнило, если привет. Я знаю, тебе было тяжело, но, думаю, одна из лучших учениц. Я готовил парней, которые тоже работают, два из них работают на принцесс, один на сыновидель. В принципе, в обществе у нас несколько человек я подготовил в индивидуальном порядке. И из них только один парень более-менее был в начале. Да, моментами было тяжело, напряжено, вину в первую очередь. А они в итоге остались довольны? Зависит от типа чего они. Некоторые... Вот эти, которые платали. Вот весь Алик, который я упомяну, она сказала, что больше не прикажут неполепно, потому что они в оборудовании. А остальные когда работают на себя? То есть они повторные еще пошли? Они пошли на то, ну, как правило. Просто, ну, все очень чисто индивидуально. То есть когда... Программ не бывает тяжело, допустим, я себе всегда говорю, зато лучше, чем зато. То есть, как бы, никто не стреляет, платят такие бабки, то есть сравнить с зарплатами военных, которые рискуют свою жизнью за 200-300 долларов, насколько они военные, или великие люди. А здесь ничего не выражают. Ну, мы там коробокрушения не принимаем, мы решим что-то. Я такой вопрос задам. Какой портрет человека, который вот не будет там на своем месте? Кто это? Во-первых, человек, который может выживать в коллективе с вашего слова. То есть человек, интроверт, наверное, нет. То есть это должен быть человек, который находит общий язык с людьми разных рас, разных национальностей и чувствует себя в коллективе, ну, скажем так, он может лавировать, он может быть гитим, он может исполнять чьи-то поручения, даже приказания. Ну, не приказания, а указания, которые не бунтуют, то есть нужно немножко прикрутить свои, у меня бывало с этим проблемой, то есть на каждое какую-то попытку указки чьей-то страны воспринимал штыки сначала. То есть это, ну, по полной программе наемной работы? Да, да. то есть там, это не место для других с амбициями, скажем так, как бы, то есть твои амбиции, да, то есть твои амбиции могут выражаться в том, что ты держишь дуру в кармане, говоришь, ничего суки, зато я приеду в Киеве, куплю себе, сука, квартиру и бмб, понимаете? Все. Не с одного круиза, наверное? Ну, не с одного, да, но это реально. То есть в Украине, вчетом того, что ты даже, если ты будешь зарабатывать те же полторы тысячи долларов в месяц в Киеве, ты к концу месяца если ты 200 долларов отможешь, это хорошо. Не, ну, кто-то не тратит. Если у тебя нет своего жилья, то где-то так ты будешь тратить. В общем, 40 заплатил за квартиру, 100-200 за карминалку, общественный транспорт, уже половина зарплаты нет. Ну, следа, плюс пару раз сходил кабак, и все, в конце месяца ты максимум 200 басов очень худший, больше шагов. Если мы говорим, там тоже есть траты, многие тратят на амбар, потому что на самом деле, вот ты говоришь, в бар можно не идти, можно не идти, но бар это единственное место для социализации. То есть, чтобы почувствовать себя человеком, свободным, не роботом, не роботом, не машиной по продаже фотографий или по воспроизводству тех же фото, а просто посидеть, пообщаться, посмеяться, я не знаю, закадрить девчонку. И все это ночью происходит. Все это происходит ночью, просто от днем нет, когда есть пауза. Днем все работают. Не, ну, откажи, когда есть обед, есть, ну, есть время после обеда, но время после обеда, допустим, от обеда установлен, да, ну, ты можешь, конечно, с девочкой продолжать сидеть два часа и общаться, ущерб ее и своему сну, например, или отдыху на обеде, обеду, ну, можешь это делать. Долго ли тебя хватит? Получается, что тарабль – это место для сад, не для жара, не для жара, а для тех, кто любит поздно ловить? Ну, я как сова более-менее себя нормально чувствовал, в том плане, что даже когда я приходил после бара, бар закрывается в районе двух часов, алкоголики сидят и до четырех, где можно достать спиртного. А спиртного дорогого? Спиртного по сравнению с пассажирскими ценами – нет, по сравнению даже… Ну, скажем так, один шорт крепкого алкоголя стоит в районе от 1 до 1 евро 30, и вот так, шорт – это где-то 150 рублей. Бутонка пива в Тайникин Бэкс 0,3 стоит в районе 1 евро. Сколько часов? Для фотографа… Ну, в среднем фотограф начинает фотографировать. Мы сегодня как-то не вернемся, а потом сказать, проходит рабочий день. Какого рода шутся? Если тебе не нужно вставать, если тебе не нужно вставать, ну, для того, чтобы фотографировать пассажиров в порту, то есть в дневных и вечер, то больше не надо, то в 4 часа фотографа начинаются рабочие дни в галерее, то есть ты приносишь фотографии, которые были фотографированы за прошлый день, ты их сортируешь, раскладываешь по папкам, есть такое понятие «клиппинг», то есть ты степлером скрепляешь, допустим, какие-то цепи, скажем, из ресторана, то есть это общая фотография пары, потом там пару индивидуальных портретов, потом еще общая фотография с другой обложкой, в другом комплейте, то есть сложишься 4-5 фотографий, ты их должен скрепить, люди, где-то себе найти, они потерялись фотографии, в общем, потоки чужих фотографий. То есть ты занимаешься примерно час, вот этой работой рутинной, потом накладываешь фотографии, там, по панели, ну, каждый день. Каждый день. А потом ты попросту идешь, делаешь монтаж студии, то есть ты делаешь чемоданчики свои ядерные, со своей, софтбоксиками, бьюти-эдишнами, расчисляешь это все, натягиваешь, ставишь стойки, на стойки натягиваешь пол. На свое усмотрение или по инструкции? На американцах четко по инструкции, на американцах по раме, на итальянцах, допустим, какие-то базовые вещи, место расположения фона, и какой фон, это все прописано, но, допустим, свет ты можешь вставить более-менее. На американцах даже специальная дырка в потолке, где ты не можешь свет с дымом. То есть у тебя есть достоин, дырка в потолке, ты там закрепляешь, у тебя там две тарелки, все, ты ничего не можешь сделать. Ты не можешь работать с одним источником, ты не можешь, если это не специальные фонки по черному, работать с контролем, светом. На итальянцах все кипят. То есть ты можешь там... А на тебя надо? Дополнительный источник. Ты это не пользовался? Ну, я не работал на MSI. А на швидеооператор? Вот на последнем, как фотограф, да, фотографом работал больше на... на... в принципе, ну, почему? В принципе, на MSI, она... на первом и втором корабле я работал как фотограф уже совмещал. Вот. То есть у нас не хватало просто... именно персонала во время форма online фотографов, я работал как фотограф во время форма online. В принципе, чем лучше MSI, что... ты можешь гибче подходить к настройкам и вообще к схеме света. То есть ты можешь работать с одним источником, можешь работать с двумя, можешь работать с одним источником спереди, не в кон, не в контроле, и так далее. И это дает тебе... ну, фотографии, получается, факт футболио-художество. И люди покупают лучше, скажем так, и выглядит это лучше. То есть это не тот Макдональдс, как на американских кораблях. То есть это выглядит... Реально некоторые фотографии выглядят очень просто. Особенно, ну, у тех ребят, которые у меня... Опыт на американских кораблях, даже я скажу, что для хорошего фотографа больше идет, наверное, мимо, чем у нас. Очень тяжело не потерять себя после той шхоты. Я хочу сказать, что послушав ребят, к американцам вообще не хочется их. Есть ли у американцев вообще преимущество? Сейчас уже нет. Раньше это была передовая компания, и фотографы получают хорошие деньги. Но с каждым годом «Принцесс» увязала условия получения комиссии. То есть они ставили... Общий принцип, как «Остик» с парковкой на выночке, да? То есть ты сделал план, тебе на следующий круиз план поднял. Ты опять его сделал, тебе опять поднял. В итоге не подавал до такой степени, что ты комиссии не получаешь и до плана дотянулся выложишь. Но так компания, на свои деньги, не имеет прибыль. Специально делают план, который они достигают. Я встретил в Корфу, в Греции, и встретил нам первого лучшего менеджера. Он стоял рядом корабля. Помню, он «Принцесс». Вот так. «Принцесс кораблей». Там университет он. Да, конечно, мы столкнулись с ним в терминале порта. Вот. Человеку со своей женой. Это мой последний круиз, я не буду ходить, потому что компания так же купила гайки, что воют даже менеджеры. Люди просто увольняются, не приходят и уходят, потому что они люди уже в прейсинге, потому что нужно постоянно выполнять план, деньги в мини-продажи. Менеджера всех напрягают, менеджером напрягает офис. И все напряги, и заработать реально не получится. Поэтому все бегут на... У итальянцев наше все? У итальянцев сейчас среди всех плотов, она на самом деле, в мире сейчас оперирует, я не знаю, сколько крупных компаний, но их там полсотни минимум, сколько крупных, потом еще есть мелкие. И вот на MSC самые большие комиссии.